Разборки с Джет и собственная лошадь Чтобы вышвырнуть нас отсюда, разрушить конюшни и построить здесь роскошные вилы Мы пытаемся сообразить, как бы нам его остановить, но он скользкий, как угр Ты найдешь Томаса снаружи конюшни, рядом с Дженой, той девочкой, которая показала тебе скаковой квадрат Говори с Томасом Морландом, владельца конюшень Морланда Джессика, спасибо тебе, что так быстро откликнулась Ситуация с мистером Кембеллом из фирмы Джет выходит из-под контроля Мне необходима твоя помощь По мере прохождения игры, твой справочник будет обновляться и будет вносить новые данные о персонажах Я только что узнал, что он уже почти убедил городской совет, будто бы фирма Джет имеет право собственности на землю И у нас почти не осталось времени, чтобы его остановить Его гнусные землемеры уже устанавливают свое оборудование, чтобы составить план сноса Я владею этой землей по праву, но мне нужно время, чтобы доказать это совету Ты поможешь мне спасти конюшню Морланда? Нам нужно задержать землемеров мистера Кембелла, чтобы выиграть время Все, что от тебя требуется, это отключить их GPS-оборудование Они устанавливают оборудование возле конюшен, между вот этим местом и холмами, где находится их стройплощадка Я отметил примерное расположение GPS-оборудования на твоей карте Удачи! Отключи GPS-оборудование, которое устанавливают рабочие Затем вернись к Томасу Морланду Томасу Морланда Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я отмечу его на твоей карте Это поможет нам выиграть время Поезжай к распределительному счету и выключи электричество на строительной площадке Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ха-ха, я прямо воображаю, как бесснуется этот мерзавец Теперь у меня есть немного времени, которого мне так не хватало Теперь нам не придется смотреть на этот ужасный рекламный щит-джет Теперь мне нужно только доказать, что я действительно законный владелец своей земли Тогда я смогу остановить мистера Кэмбелла 50 слишком лет тому назад баронесса Стильверглейд, владелица замка передала моему отцу свидетельство, подтверждающее его право собственности на конюшню Морланда Я не могу найти этот документ у себя, но мне кажется, что наша старая бухгалтер миссис Холсворт должна знать, где он находится Она знает все про нашу конюшню В прошлом году она вышла на пенсию и теперь целыми днями ухаживает за цветами возле своего маленького коттеджа Повидайся с ней Наверное, она сможет сказать, где находится свидетельство Ты найдешь ее в маленьком красном деревянном коттедже за пределами конюшен, ближе к побережью Найди миссис Холсворт за пределами конюшен в красном домике, ближе к морю Здравствуй, душенька Чем я могу тебе помочь? Хм, дай-ка подумать Да, свидетельство о праве собственности было Но его потеряли многие годы назад Когда Катерина, жена Томаса Морланда, умерла в родах Томас полностью потерял весь интерес к бумагам и к документам и только хотел проводить все время с лошадьми Все бумаги были сложены в сундук и отосланы отцу Катерины Скорее всего, свидетельство о праве собственности лежит в этом сундуке Ее отца зовут Джаспер Холбрук А родившийся ребенок, разумеется, это Джастин Джаспер винит Томаса в смерти Катерины И они не разговаривают вот уже 20 лет Просто несчастье, что эта вражда тянется столько времени Но если свидетельство о праве собственности еще существует Оно должно быть у старого Джаспера Но его будет нелегко говорить с ним расстаться Ты найдешь старую Джасперу у дороги, ведущей форт Пинта Недалеко от стены Нажми М на клавиатуре или на мини-карту, чтобы открыть карту Ты увидишь небольшой зеленый восклицательный знак, обозначающий его на карте Удачи, душенька! Поговори со старым Джаспером Он стоит у каменной стены и старого амбара возле дороги, ведущей к форту Пинта Поговори со старым Джаспером Ну ты меня нашла, а теперь снова оставь меня в покое Наш персонаж достиг третьего уровня Вот еще мне нет дела до того, что конюшню Морланды разрушат Это место убило мою дочь И я ненавижу Морландов уже почти 20 лет Если ты думаешь, что сможешь это изменить, попытайся, но я тебе все равно не помогу Найди возможность ослабить решимость Джаспера Может быть, Джастин сумеет тебе помочь? Возвращаясь! Привет, Джессика! Ты встретилась с моим дедом Джаспером? Этот старый безумец ненавидит нас и будет только рад, если нашу конюшню сравняют с землей. Не знаю, как я смогу перебедить своего упрямого деда. Я знаю, что мама очень любила моего папу Томаса, и ее смерть была настоящей трагедией. У меня сохранилась переписка между мамой и папой до того, как пожениться. Они писали друг другу письма. По письмам видно, что это была настоящая любовь. Мне приходила мысль показать их своему деду Джасперу, но я как-то никогда на это не решался. Может, если он увидит письма, он поймет, что Катерина и Томас по-настоящему любили друг друга? Может, ты ему их покажешь? Возьми эти письма и покажи их Джасперу. Они наверняка произведут на него впечатление. Покажи Джасперу старые любовные письма. Субтитры создавал DimaTorzok Что? Это снова ты? Что это за бумажки? Дай-ка мне их посмотреть. Они выглядят очень старыми. Я узнаю этот почерк. Это в самом деле так? Их написала моя дочь? Когда я читаю эти письма, написанные моей милой дочуркой, у меня сердце кровью обливается. Все эти годы я был таким глупцом. И из-за этого я лишился внука. Свидетельство о праве собственности у меня. И да, я дам его Томасу Морланду. Этот негодяй мистер Кэмпбелл. Настоящий позор для нашего острова. Вот. Держи ключ к моему сейфу Форти Пинта. Внутри хранится свидетельство о праве собственности. Забери его и пронесли ключ мне обратно. Прежде чем поговоришь с Томасом Морландом. Отныне ты можешь свободно пересекать мои владения. Следуй по этой дороге и ты попадешь в Форт Пинта. Мой сейф находится у Нотариуса, в главном здании Форта Пинта. Пронеси Джасперу свидетельство о праве собственности из сейфа Форта Пинта. Теперь тебе открыта дорога от Морланда до Форта Пинта. Можешь кататься по ней, когда захочешь. Морланда до Форта Пинта Не пугайся, если впервые видишь эту заставку. Это задание появляется только во время праздника. Подъехав к нужному месту, перетаскиваем ключ на блестяшки. И после этого задание выполнится. Теперь нужно отвезти все обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, ты и ключ вернула. Отлично, спасибо. Еще раз спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Старому Ворчуну. Может, ты возьмешь эти письма и амулет, который принадлежал Катерине, матери Джасперы, и отвезешь их ему? Расскажи ему обо всем, что ты сделала, и скажи, что я хочу его поскорее увидеть. Может, это и немного, но, по крайней мере, это попытка загладить 20 лет горечи. И способ для старого дурака сказать, что ему очень жаль. Отдай письма и амулет Джастину Норланду. О, Джессика! Ты даже и не представляешь, как я рад. Эта вражда тянулась слишком долго, но ей наконец-то пришел конец, и все благодаря тебе. Ты всегда будешь дорогим другом для конюшен Морланда. Спасибо! С ума сойти! Ты спасла конюшню от уничтожения! Наконец-то я могу доказать, что я законный владелец конюшень Морланда, и все это благодаря тебе. Я покажу этот документ городскому совету, и тогда мистеру Кэмпбеллу волей-неволей придется остановить строительство. Я и не знаю, как тебя отблагодарить. Я никогда не смогу тебе полностью оплатить за помощь. Повышая репутацию, ты будешь открывать не только новые задания, но иногда доступ к какому-либо предмету, амуниции или одежда для твоего персонажа. У меня есть замечательная новость. Я заметила, что ты хорошо справляешься с парящей фортуной. Для каждого персонажа будет написано свое имя лошади. И поэтому я набрался смелости и поговорил с ее владельцами. Они приехали из Юрвика много лет тому назад и живут сейчас в другой стране. Похоже на то, что они не вернутся обратно очень долгое время. Я рассказал им о тебе. О том, что ты парящая фортуна, подходите друг другу. Несмотря на то, что они очень любят парящую фортуну, они готовы продать ее за 300 шиллингов Юрвика. Это ведь прекрасная возможность для тебя, купить ее за хорошую цену. Я догадываюсь, что у тебя, наверное, не хватит денег. Но не беспокойся. Для тех, кто хочет и не боится работы или немного грязи под ногтями, здесь вокруг есть много способов заработать деньги. Приходи ко мне обратно, когда у тебя будут деньги. И тогда я дам тебе свидетельство о собственности. Заработай 300 шиллингов Юрвика и купи парящую фортуну. Как видишь, нам пока что не хватает валюты. Самый легкий способ ее заработать, это проходить ежедневные скачки, а также выполнять ежедневные задания по уходу за лошадьми в конюшнях. Они размещены на доске с заданиями. За каждое задание ты получаешь некое количество шиллингов, что и поможет тебе побыстрее накопить. Во всех конюшнях базовые задания. Нужно взять лопату, также сток сена и иметь при себе хотя бы одно ведро с водой. Ведро мы перетаскиваем на корыто, а лопату на навоз. Сено нужно будет повесить на стену. Как только и закончишь, иди сдавать задания к Дженне, ну или любому, смотрящему на конюшне. Мы накопили 320 шиллингов. Можно идти забирать свидетельства. Это так бесподобно? Бывшие владельцы будут очень рады услышать, что поращая фортуна получила очень любящую хозяйку. Я горжусь тобой, Джессика. Упорный труд и усердие всегда вознаграждаются. До скорой встречи. Мы получили документ на нашу лошадь. Данная система покупки будет только в самом начале прохождения базовых заданий. Дальше будет немножечко другая система, связанная уже с валютой старкоинсы и без свидетельства. Над чатиком изображены три смайлика. Это есть эмоции, действия и выражения. Советую их изучить, и тогда ты сможешь много жестикулировать своим персонажем. Ну а если нажать на кнопку О или кнопочку камеры вверху, то ты сможешь себя сфотографировать. Спасибо, что посмотрели это видео по прохождению. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки и пишите комментарии, ностальгируйте вы ли вы, пересматривая данную серию видосиков. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Блин, 300 шиллингов заложить? А можно мне, пожалуйста, сейчас такие цены, а не 900 СК за одну коняху? А я не знаю, что это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok